17 новых автомобилей поступили в Раменскую ЦРБ. Пополнение состоит из 7 машин марки «Нива» и 10 «Лада Гранта». Мы этому событию очень рады. У нас автопарк не обновлялся уже много лет, и в прошлом году мы получили 6 машин, которые работают на неотложке. И сегодня мы оформляем уже документы на эти машины, оформляем в ГАИ, и думаю, что со следующей недели войдут в эксплуатацию и будут использоваться для выполнения вызовов, назначений врачами-педиатрами, врачами-терапевтами эти машины. Автомобили укомплектованы специальным оборудованием для оказания медицинской помощи и будут служить для перевозки медицинских работников на вызовы, которые поступают, причем по всей территории Раменского городского округа. Мы в настоящий момент имеем 35 ФАПов, 15 амбулаторий, и, конечно, «Нивы» пойдут в отдаленные населенные пункты, в отдаленные наши амбулатории для оказания медицинской помощи сельскому населению. Машины «Лада Грант» останутся в городе и будут обеспечивать вызовы наших участковых врачей и, конечно, медицинских сестер. Увеличение автопарка «Раменская ЦРБ» повлекло за собой и пополнение штата. В настоящий момент идет набор кадров. Мы приглашаем на работу водителей с тем, чтобы этот потенциал, который мы получили в виде автомобиля, был использован в полном мере. Машина нам как никогда кстати в связи с тем, что заболеваемость, хотя она снизилась в своей РВИ, коронавирусной инфекцией, но продолжает оставаться достаточно высокой. И мы оказываем медицинскую помощь, особенно пожилым людям, людям с обострением хронических заболеваний, все-таки на дому. Периодически все мы вызываем врача на дом. И чем быстрее доктор приедет и назначит лечение, тем эффективнее оно будет. Теперь медперсоналу «Раменской ЦРБ» в этом будут способствовать новые машины. Ну и конечно мы заботимся о наших медицинских работниках. Это комфортные условия для работы участковых врачей на дому. Зимой это конечно теплые машины и условия нахождения именно врача и медицинской сестры. А в летнее время даже есть и кондиционеры в этих машинах. Я думаю, что тоже врачу будет комфортно работать как раз в этих машинах. По словам Людмилы Семеновны, заместители главного врача в скором времени ожидается еще поставка машин. И в них есть необходимость. Для оказания первичной медицинской помощи необходимо 50 автомобилей. Да и в принципе обновление автопарка является неизбежностью. Современные автомобили наиболее комфортнее. Врачи несказанно будут рады, узнав то, что эти машины укомплектованы некондиционером. Когда выполняются вызовы до 20-25 в день и это выполняется на машинах в сельской местности. И когда приходится стоять в пробках на Рязанке, когда мы ездим по городу. Это конечно скажется на условиях работы наших медицинских работников и врачей, и медицинских сестер. По словам Людмилы Поненковой, эксплуатация автомобилей будет проводиться и по еще одному аспекту. Мы на машинах, в настоящее время уже, которые поступили, развозим вакцину по отдаленным медицинским учреждениям. Это в амбулатории, на ФАПы. И сейчас проводится массовая вакцинация. И мы приближаем медицинскую помощь именно к сельскому населению. Не всегда пожилой человек может доехать до Раменской ЦРБ, до крупной поликлиники. И для удобства на ФАПе, в амбулатории, где может прийти пожилой человек ногами и сделать вакцинацию, эти машины будут использоваться прежде всего. Мы доставляем вакцины в морозильниках, которые будем доставлять именно на этих машинах. Елена Цыганова, Антон Карташов для программы «Городские вести». Продолжение следует...